В апреле 2023 года депутаты Государственной Думы РФ приняли законопроект, который вводит уголовную ответственность за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. В Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработали постановление, в котором конкретизировано за ущерб каких ценных видов растений и грибов будет грозить наказание. Документ подписан председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Существует несколько причин, по которым растения попадают в Красную книгу и имеют статус редкого. Ну, во-первых, конечно же, это антропогенное воздействие, но с другой стороны, например, многие растения имеют узкую экологическую приуроченность и, например, вот болотные растения, у нас на территории Татарстана болот очень мало, примерно 0,3% заболоченной территории, ну и, соответственно, те растения, жизнь которых связана с болотами, они тоже попадают в ранг редких растений. По наблюдению ученых, численное женщине настоящего падает из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы радиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки Мацутаке. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж. Практика показала, что только административные штрафы за уничтожение краснокнижных растений и грибов нарушителей не останавливают. Поэтому было решено ввести уголовное наказание. В Красную книгу попадают растения, которые имеют малое распространение на территории Татарстана и их популяции низкой численности. За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. За незаконное приобретение или продажу принудительной работы до 5 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете. Если есть информация о планах и намерениях вывести краснокнижников через границу, то эти нарушения пресекает федеральная таможенная служба.